Мы продолжаем нашу программу «Слово и дело» в студии Андрея Фейфилова. Мы работаем в прямом эфире. Итак, у нас в гостях Юрий Юрьевич Воробьевский. И мы будем говорить на темы, такие достаточно, с одной стороны, глубокие, религиозные, а с другой стороны, актуальные и острополитические. Сейчас только что прогремело, прозвучало празднование 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. И надо сказать, что само это празднование, парад проигнорировало большую часть лидеров западных государств, каким-то образом таинственным, как бы солидаризируясь с Третьим Рейхом. В этом тоже, так сказать, определенный символизм существует. И вот в начале нашей программы у нас была в гостях предприниматель Татьяна Воеводина. Она сказала, что когда-то национальной идеей России и главной идеей империи было противостояние Антихристу. И на что я сказал, что, по сути дела, и в советский период, и в период Красной империи, эта тема, она, как ни странно, тоже звучала и очень четко звучала, поскольку, с одной стороны, был брошен вызов вот этому мировому ростовщику, вот этот так называемый капитализм или старый мир, как его называл блок, это и есть, собственно говоря, Антихрист. А с другой стороны, уже в виде таких вот оккультных технологий этот Антихрист реализовался в Третьем Рейхе. И, собственно, ваше исследование, в том числе, я так понимаю, что эта книжка, это недавно она вышла, да? Да, это переиздание книги, которая была несколько лет назад, сейчас ее существенно расширил, как раз вот ее посвятил тому юбилею. Третий Рейх и Третий Рим. То есть, вот это как раз то самое противостояние, по сути дела, о котором вы и начали разговор. Потому что то, что не приехали, то, что очевидно, вот эта коллективная многовековая вражда против нас, это и означает, что все вот это западное пространство можно представить себе как некую лжеимперию Запада, которые, ну они же, там, многие масоны пользуются разными такими оккультными термами, как реинкарнация. Это реинкарнация той самой лжеимперии, которая была основана при Карле Великом, незаконное коронование при живой императрице, вот, и постоянные атаки на законную империю Востока. Потом, когда уже Третий Рим пришел на смену Второму Риму, главной целью всех этих атак, они всегда были какими-то вроде бы сиюминутными, политическими. Вот коалиция и Крымская война, вот коалиция, там, и война Наполеона. Ну все это, и в конце концов, вот коалиция и Гитлер, и опять сюда, в сторону Востока. То есть, это очередная, действительно, реинкарнация вот этой лжеимперии. Интересно, что Карл Великий, создавший Священную Римскую империю германской нации, он в источниках Восточного Рима, христианского Рима, даже среди святых отцов, я читал, он назывался антихристом, как восхитивший славу римского цесарства. Конечно, конечно. Сначала он так достаточно скромно себя ставил на второй план. Был, кстати, ведь план даже супружества с императрицей, что не удалось. Но постепенно, постепенно, это Западная империя совсем уже осмелела. И вот если мы рассматриваем Третий Рейх как нечто мистическое, то вот умирает колдун. Когда колдун умирает, он же не может умереть просто так. Это Гитлер. Он должен кому-то, ну условно говоря, если персонифицировать, то Гитлер. Он же не может умереть просто так. Он должен кому-то передать. Кому-то передать. Но я думаю, что и передали. Теперь, в свое время вдохновляясь идеями, Ницше говорили о сверхчеловеке, об Уберменше, а сейчас есть не сверхчеловек, а сверхдержава. Или золотой миллиард. Да. Сейчас, правда, уже говорят о платиновом, не знаю. Миллионе. Миллионе, наверное, да. Вот, да, есть разные, значит, унтерменьшие и так далее, низшие слои человечества, а теперь называются страны-изгои. Ну вот, хотелось бы поговорить как раз об этих признаках. Собственно говоря, такой вот, скажем так, символизм, связанный с темой Запада, заката, и темой Востока и восхода, он понятен. Геополитический символизм. Но, вот если говорить про идеологию, все-таки сейчас поднимается вопрос, в том числе и, так сказать, даже внутри России, в том числе даже религиозными некими деятелями, о том, что Сталинский СССР и Третий Рейх, это, по сути, дело одно и то же. Ну, то есть, они имели разную направленность, разные интересы, но по своей такой вот, как они говорят, тоталитарной сущности, они были идентичны. И все-таки в чем различие этих двух наших направлений цивилизации, которые до сих пор существуют? Запад существует уже без Рейха, но Евросоюз, он, так сказать, эти идеи соединения Европы в единое целое, он каким-то образом, пусть немножко рыхловато, но воплотил, и Советский Союз, Сталинский на тот момент, СССР, а сейчас Российская Федерация Путинская. Чем вот эти вот отличаются фундаментально цивилизацией? А вы знаете, вот как раз, вот почему в советское время к Германии, времен Гитлера, было привязано слово фашизм, хотя, строго говоря, фашизм, это вот Муссолини там и другие. Потому что советский социализм, и тут национал-социализм, какая-то путаница такая неприятная, вроде бы что-то такое даже родственное, как это? Ну и поэтому развели, как бы так. Но самая-то суть в том, и я так считаю, с рассматриванием именно мистический аспект этого столкновения, что как раз противодействие, это шло на таком фундаментальном духовно-мистическом уровне, именно Третий Рейх, как уже Третий очередной, и Третий Рим. Ну что такое Третий Рим? Что такое Третий Рим? Вот сейчас, когда мы вспоминаем эти времена, говорят, ну белые платочки спасли. Ну какие-нибудь такие серьезные и очень рациональные политологи скажут, ну ерунда, конечно. Ну какие там белые платочки? Вот ровно как и сейчас. Иногда выступаю в православной аудитории какой-нибудь и вспоминаю известное высказывание о том, что сейчас главным врагом Америки является там не исламское государство, не огромный Китай, даже не просто Россия, а русское православие. Я смотрю на этих людей и говорю, ну смотрите, посмотрите на себя. Пожилые дядечки, тёточки в платочках боятся нас, что ли? Получается нас. А чего боятся, собственно говоря? И вот тут я вспоминаю, знаете, в школе мы пользуемся такой, у нас сегодня военной тематика, военной терминологией о таком элитном духовном спецназе. Вот представьте себе, сидит, уже перекидываемся в наши времена, поскольку всё продолжается, сидит в какой-нибудь, ну говоря, с веским языком, развалюхе, старичок на кроватке. Имеет очень благообразный вид, никому не угрожает, у него даже нет под подушкой пистолета. Тем не менее, в каком-то далёком и очень высоком кабинете люди за большими звёздами или там в штатском, разрабатывают план спецопераций, как убить этого старичка. Достал, чем-то их достал. Это подлинная история, связанная со старцем Паисием. Теперь уже для православного человека приятно сказать со святым, прославленным, преподобным старцем Паисием. Это подлинная история. Действительно, группа спецназа была высажена на Афон. Это же вообще зона интересов Балкана, спецслужб, очень серьёзная. Отвлекаясь от темы, сейчас мы перейдём к этим духовным аспектам, такая тоже любопытная вещь, ведь многие удивляются, как на Афоне может быть такой какой-то спецназ. Ну, извините меня, а кто и как сжёг в своё время Хелендар несколько лет назад? Нет, ну, границы-то открыты, там пограничники не ходят, причаливай, двигайся. Да, да, и ночью сожгли, ну, была версия, что искали в то время Караджича, вот, и думали, говорят, а сейчас мне там один из монахов сербского монастыря говорит, на самом деле делать вот в чём, ведь в странах Востока и вот, ну, вот эта часть Балкан, традиционно, вот даже в Египте, в Израиле, везде силой пользуются, юридической силой пользуются документы на земельные владения, на постройки, подписанные турецкими султанами, византийскими императорами, всё это юридические документы. Так вот, в сербском монастырях линдар, по славам этого монаха, хранится документ, в соответствии которого, которым, на территории Косово, такое количество метов, то есть, подворий этого монастыря, что вместе с земельными угодьями, это практически вся территория, большая часть территории, включая столицу, Косово. Представляете себе, когда если кому-то сказать, там, человеку западного мира, как же так, это же колыбель септской цивилизации, это храмы, да наплевать, а священное право частной собственности, это уже для них серьёзно. Так вот, ну, это просто такое отступление от темы, что высаживаются и действуют. Документы сгорели? Нет, не сгорели. Интересный, интересный поворот. Да, но это было отступление от темы, а что касается старца Паисия, старец Паисий, кстати, говаривал про своего современника, вот у старца Порфирия, у него-то цветной телевизор, у него все, у нас все черно-белый, то есть, человек видел на расстоянии, вот такие сверхприродные, сверхфизические возможности, он видел, что они высадились, что они пришли к нему, значит, он заранее одел свой лучший подрясник, и говорит, первым начал разговор. Вот моя могила, она по афонской традиции давно выкопана, заранее. Единственная просьба, когда вы меня убьете, забросайте тело землей и камнями, чтобы шакалы не съели. И вот эти специально подготовленные люди были так потрясены всем этим, что они просто бросились бежать, упали в какой-то там овраг, очень еле ноги унесли. Вот это на самом деле некий такой, некий ответ на некое недоумение. Какое там русское православие? То есть, речь идет о некой духовной такой практике. Да, так вот, возвращаясь ко Второй мировой войне, выясняется, что вот сейчас, ну понятно, в свое время по идеологическим причинам не педалировались моменты тех чудес, которые происходили. Сразу же скажу, что какой-то ряд чудес, сейчас мы не будем это обсуждать, возможно, является такой псевдоправославной мифологией. Что-то уже было додумано. А может быть и фольклором просто. Да, фольклором. Что-то было, конечно, на самом деле. Причем, немало было на самом деле, вне всякого сомнения. Вот, действительно, уже задним числом начинает выясняться, что те солдаты, которые чудо вернулись живыми, здоровыми с войны, ну, практически все имели, потом уже они вспоминали, зашитыми там где-то крестики, молитвки в одежду или в подкладку своей одежды. То есть, мистический факт, вне всякого сомнения, присутствовал. И, между прочим, несколько лет назад был приглашен я на празднование 9 мая в Академию Генштаба. Довольно-таки давно, это было, наверное, чуть ли не лет 10 назад. До Сердюковской. Да, да, да. И вот, начальник Генштаба, обычное выступление, такое, можно сказать, дежурное, и вдруг, ну, да, в первом ряду ветераны сидят, и вдруг он сказал в самом конце фразу, которая меня удивила. Он, как бы так вот уже смешивая военную и духовную терминологию, сказал, вообще, поскольку вот мы здесь интеллектуальный штаб наших вооруженных сил, мы аналитики, мы прекрасно понимаем, что по всем рациональным параметрам победить в той войне должны были не мы. Мы победили потому, что над Россией, как он выразился, был броневой божий щит. Вот так он сказал. И я подумал, ну, генералы до чего-то дозревают. Слава Богу. Вообще, вы знаете, вот в тех процессах, о которых мы говорим, вот в этой книге «Третий акт», здесь много там о разных мистических подоплеках. Вот если пользоваться терминологией астрофизики, то вот такой у меня образный ряд возникает. Иногда ведь вот смотрят люди на небо и видят, ну, пристально там, разные специальные приборы, и видят, что иногда траектория движения небесных тел непонятным образом изменяется. Вот она математически просчитана, тем не менее, существует какая-то незримая гравитация. Ну, там, чёрная звезда, какая-то, чёрная дыра, что там, есть разные там, гипотезы, терминологии. Но, тем не менее, существует какое-то гигантское тело, невидимое для нас, гравитация которого отклоняет ход естественных событий. Я думаю, что вот этот негативный фактор влияния различных масонских лож, тайных организаций, инициативических, спецслужб и так далее, один из таких факторов. Но и существует гораздо, так условно говоря, большее, неизмеримо большее незримое тело. Существует сам Творец Вселенной, который является её автором. Вот я автор этой книги, я, когда её написал, я первый и единственный знаю, чем она заканчивается и к чему я всё дело веду. Так и автор Вселенной знает, что к чему, и иногда щелкает такое смешное человечество по носу просто вот так вот раз, потому что что-то вы там слишком много думаете. Но всё-таки Гитлер провозгласил тоже борьбу с ростовщиками. Гитлер провозгласил поход против вот этого либерального глобализма с одной стороны. Потом существует его неприятие вот этого космополитического большевизма. То есть можно его представить как некого традиционалиста неким образом. Но тем не менее вы его называете оккультным, мессией. В чём его скажем так оккультизм и чем на ваш взгляд национал социализм германского толка принципиально отличается от того тоже идеологического течения абсолютно светского, который мы называем коммунизмом, советским коммунизмом и сталинским коммунизмом. Вообще-то Третий Рейх был таким многофакторным таким моментом, потому что конечно были какие-то силы такого рационального взгляда на мир и на жизнь. Немцы известные рационалисты. Да. Тем более удивительно, что в этой рациональной среде была и совершенно другая публика, которая в конечном итоге аккумулировалась. Ванан Эрба где-то. Вот эти все люди, которые где-то начинали вели происхождение от гидов Листа, от какого-нибудь Ливенфельса. Маленькие смешные группки, которые потом объединились в какой-то момент в Германа Норден в такую суперложу. Потом какая-то часть из них перетекла в СС. Гитлер запрещал масонство. Да. Поэтому, может быть, даже в какой-то мере Гиммлер был, наверное, более мистически заряженным человеком, чем Гитлер. Тем не менее, все равно в рамках Третьего рейха существовала такая ярко выраженная и, можно сказать, государственно поддерживаемая тенденция, которая выливалась иногда и в такие экзотические проекты, как походы на Тибет. Просто попытка прямого подключения к какой-то специальной энергией нечеловеческим сущностям, высшими неизвестными их называли. Кстати, в этой книге я, вспоминая вот эти экспедиции Шефера, вспоминаю то, что когда-то на первом канале телевидения еще начали 90-х годов я этот сериал вместе с Дугиным сделали и показали, пользуясь в том числе и той хроникой, которую оператор Шефера снимал на Тибете. Кстати, любопытная вещь, что в то время ведь никого не пускали, а по официальному приглашению тибетских властей вот эту эсэсовскую экспедицию пустили туда. Вот я заканчив эту книгу, возвращаясь к этой теме, сейчас написал в новом издании большое послесловие. Это я, опять-таки, уже сделаю такое вот перепрыгиваю во времени, потому что считаю очень актуальной такой вещью. 4 ноября, тоже дата-то какая, прошлого года, на Поклонной горе, можно сказать, один из центров празднования Дня Победы, традиционная, заложили камень буддийского храма. Сейчас вот что-то вот тихо, и вроде бы даже как-то и все это дело замяли. Но в то время был очень большой шум. Вот меня это, честно говоря, не только меня взволновало, знаю, что и в администрацию президента, и в разные другие инстанции писали многие возмущенные люди, потому что, казалось бы, ну что такого? Ну что такого? Ну там и коммунический такой уголок. ведь есть уже и одно, и второе, и третье, и четвертая. Ну все-таки, видите, синагога и мечеть это молитвенные дома, строго говоря. А храм это место, где приносится жертва. Возникает вопрос, какая? Ну в православном храме, который там находится, понятно, приносится бескровная жертва. Есть жертва какая-то другая. Когда пристально смотришь на буддийские церемонии, я подчеркиваю, именно тибетского толка, которые вот именно на территории России в основном и распространены, то думаешь, откуда взялась у них эта флейта, сделанная из берцовой кости человека? Откуда взялся священное покрывало, тулум, сделанный из кожи человека? И другие вопросы возникают. Я тут более подробно в этой книге на этом остановился. Но еще, прямо скажем, неприятный прецедент. Дело в том, что перед Первой мировой войной первый в Европе Датсан был построен в Санкт-Петербурге. Епископ Варнау Беляев напрямик связывает строительство этого, казалось бы, периферийного объекта, какой-то периферийной религиозной традиции, где-то там в Забайкале, где-то еще, напрямик связывает с развалом империи. Странное какое дело. А ведь действительно, Иоанн Кронштадтский был против, Столыпин был против, царь был против. Тем не менее, во всех документах, которые я сейчас нашел в архивах, они писали, можно, можно, молельный дом, но никакой не... Тем не менее, одна из традиционных религий России, буддизм. Да, но тем не менее, мы обращаемся к авторитету и святого, и великого русского святого, и русского царя святого, и нашего замечательного премьер-министра Столыпина. Говорили, можно, да, есть там буддистов, человек 200, почему бы, почему бы не устроить там молельный дом? Можно. Но в итоге, вот в обход всего этого, по сути дела, построили монастырь. И так же интересно, что вот такой, скажем так, окутный фрагмент истории Третьего Рейха, он, так сказать, достаточно известен, он малоисследован, но все про него знают. Но тот упомянутый вами рационализм, даже в положительном ключе, европейский рационализм, немецкий рационализм, протестантский рационализм, как ни странно, вот без всяких примесей, вот этих, так сказать, из поисков Шамбала и прочих, так и вещей, он, так или иначе, ведет к миру антихриста. Вот что интересно, что вот этот рационализм, в том числе и в области финансов, сближает европейцев, и в том числе германцев, и там жителей Нидерландов, там Бельгии и Голландии с вот этим вот мировым ростовщиком, с этим международным финансовым капиталом. И Европа не мистифицируясь, не романтизируясь в плане, конечно же, германский романтизм во многом напоминает такой демонический сатанизм, даже в своих проявлениях там, литературных. Ну, стиль был задан Вагнером, великий Вагнер, конечно, но... Понятно, но это вот такая, скажем так, наклейка. А вот сам рационализм западной цивилизации, он ведет к такому четкому детерминизму, что чудо невозможно, чудо не случится, все предопределено, значит, нам придется бороться за ресурсы, бороться жестоко, бороться на уничтожение, надо часть человечества уничтожить, чтобы эта другая часть, она сохранилась, надо население ограничить путем популяризации перверсии самого разного толка, то есть, ну, извращений, которые ограничат рождаемость. И следующий момент, который, ну, тоже, так сказать, следует след за этим, это то, что какая-то часть населения самая лучшая, по их мнению, в кавычках, то есть имеющая больше денег, она приобретет личное бессмертие путем технологий всякого рода, ну, то есть биотехнологий, всяких технологий, связанных с киборгизацией человека, то есть, по сути дела, преодоление человека, да, есть идет, да, расчеловечивание через рациональность, через вот эти вот технологичность, через расчет. Как ни странно, коммунизм, который был, ну, скажем так, некой тоже рациональной теорией, он построен на вере во всеобщее благо, то есть не на разделении, не на сегрегации, а на... И, по сути, в основе лежит чудо изменения социума, поскольку те рационалисты, они не верят, что социум изменится, потому что природа человека, вот она такова, все это идет из, по сути дела, из латинства, в протестантизм переходит, потом в фашизм и в современный либерализм, а у нас через православие, через коммунизм. И вот мы сегодня копошимся тоже в своих мыслях, в своем вот мире, может быть, идеалистичном, мы верим в чудо до сих пор. И то, что часть представителей Европы, большая часть Европы не приехала, это тоже знак. А к нам приехали другие люди, они представляют огромную часть человечества, чуть ли не половину, это и Китай, и Индия, там другое сознание оглавенствует, там, возможно, они не христиане, возможно, они не исповедуют, но они не рационалисты в этом понимании, хотя с китайцами все сложно, конечно, я не уверен, что я их могу как-то определить. Это вообще другая планета, по-моему, да, трудно. Но так или иначе, вот сейчас снова идет некое сближение вот этих вот пластов, континентов, да, и вот-вот раздастся скрежет. А он вообще уже и слышен, этот скрежет. И, конечно, этот скрежет, он слышен буквально у нас под окнами. Это Украина. Никто, конечно, не думал, что произойдет это там. И вот проекция этих процессов, о которых мы сейчас говорили, она там очень четко тоже видна и заметна. И целое исследование, Юрий Юрьевич, у вас есть на эту тему, да? Да, недавно появилась книга, которая называется «Укриана». Вот такое слово, даже как-то многие зарудняются выговорить. Один человек шел мимо стенд с моим книгой и говорит, о, заметил опечатку. Не Украина, а Украина. Ну, конечно, это не опечатка, это вот такая специальная инверсия, перестановка этих букв, которая намекает нам на то, что на этой территории, которую мы, как мы думали, знали и любили, и, наверное, многие продолжают любить эту территорию и имеют там друзей. Изменилось, что-то изменилось на этой территории. Вот. И можно образно так сказать, что сейчас в центре этой странной возникшей территории стоит гигантская фигура потомка древних укров. Над его головой на Лысую гору прилетают ведьмы, типа Пани Фарион, а у его ног плечится рукотворное черное море. Когда мне сказали, кстати, что море это рукотворное, я сначала подумал, что это такая же шутка, которую мы себе часто позволяли, там сало в шоколаде, что-то такое, но казалось, что нет. Они ее вырыли, да? На полном серьезе, да, вот я тут привожу в своей книге Украина сканированные листочки, учебник, вроде бы формально авторитетный автор, глава, страница, все, да. Прямым доказательством того, что море является рукотворным, является слой сероводорода на его дне, цитирую, который убедительно доказывает, что море поколениями использовалось для помывки и постирки древних укров. Конец цитаты. Вот это, честно говоря, даже меня, человека, который достаточно много писал, еще с начала 90-х годов и снимал фильмов о психотронном оружии, о покушении на человеческое сознание, степень податливости этого сознания, вот сейчас меня поразило. Ну, вообще рационального не так много в этом мире. Мы сейчас опять поставили вот этот вопрос о рационализме, но этот такой вот зловещий комикс, который, собственно говоря, лепился на месте истории страны, в случае Украины, конечно же, дал свои плоды, и Майдан, и сама эстетика Майдана, она была такая вот, скажем так, очень выразительно в стиле фэнтези поданной. То есть, это тот самый, как бы, темный романтизм, который таким образом прорастал. Там были и мечи, там были и факелы, и ночные эти битвы, и это очень напоминало кухню ведьмы. То есть, вот эта лаборатория, которая вспыхивает какими-то алхимическими опытами. Но, как мне показалось, они выращивали вот эту новую власть, как гомункула, но разбилась эта скалянка. Там что-то не так пошло, и оттуда выскользнул такой недогомункул. И, может быть, это еще более страшно, и более как-то непредсказуемо, но вообще Украина, территория во многом такая языческая, под пластом вот этой вот современной технологии, в том числе управления сознанием, какими-то историями, проукров, вот этими всеми в стиле фэнтези картинками скрываются очень мощные такие серьезные языческие пласты. В общем, об этом можно почитать в Гугле, там просто все это происходит. Конечно, и тут в окне появилась ужасная свиная морда, и поводя глазками, как бы спросил, а что это вы тут делаете, господа хорошие? Вот образ того, что действительно морда всунулась, сейчас уже совершенно очевидно. Это вот я цитирую, по-моему, Сорочинскую ярмарку. Но я как раз вот увидел в этом некое такое развитие Гоголевского вот этого цикла, поскольку вначале это действительно была Сорочинская ярмарка. Это, известно, первая повесть среди хуторов на... Вечерок-нахуторов в Близди Каньке. И она наполнена неким таким веселым фольклором. Там много всего такого игрового. Но постепенно дело все более страшно. Потом пошло страшнее и страшнее, и уже майская ночь это однюдь не веселая вещь, а все кончается повестью страшная месть. И об этом, кстати, Набоков писал очень отчетливо в своем эссе Николай Гогов. Говорил, как вот постепенно это веселье, этот смех наборщиков, которые набирали в Петербурге эти веселые рассказы, он проходил. И потом уже возникала действительно вот эта вот сатанинская энергия, которая звучала среди вот этих хатонических сил. И Украину разбудили вот именно вот в этом хатоническом смысле. Это, мне кажется, тоже важно. И это я отделяю вот от этого наносного стиля фэнтези, от этих укров, от этих мечей картонных и так далее. Вы знаете, мне кажется, что вот что является очень важным моментом, я тоже обращаю внимание целую главку, о том посвящаю своей книге Украина. Вот представьте себе человека, который идет по улицам там Ровно, Киева, ну хотя бы даже Москвы. Вот у меня есть вот и книги, и фотография, как молодой человек стоит на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного. Он, видимо, сечет очень смелым и так вот распахивает пиджачок. Вот, что у него под пиджачком? Там у него маечка, на которой написано «Дякуй тебе боже, шо я не москаль». Спасибо тебе боже, шо я не москваль. Ну, что это означает? Вообще, статистически, можем сказать, что те молодые люди, которые такие майки носят, они очень популярные сейчас, наверное, сотни, тысяч, может, миллионы людей их носят, они, ну, наверное, процентов на 95, вот с такой вероятностью, являются потомками русских людей. Потому что, ну, малороссы, это тоже русские люди. Белорусы, там, великороссы, неважно, папа, дедушка и писался в паспорте русским, да и был, по сути дела, русским. Как говорится, молодой человек говорит, да, тюна вас, деду. Ну, что это означает? Это означает, ведь, отречение от роду племени. А что это означает, в свою очередь? Мы знаем из такого специфического раздела этнографии, который называется заговорно-заклинательное искусство, трехсоставной процесс демонизации человеческой личности, ну, включая там потомков, православных людей. Попросту говоря, посвящение в колдуны. Первое, снимается с человека, срывается крест, и надо его топтать. Чуткий наш язык русский, четко определяет, что происходит с человеком. Он делает с каким? Расхристанным. Потом с человека снимают такой сакральный элемент его туалета, как пояс. Человек становится распоясанным. И мы тут, кстати, должны понимать, когда мы обо всем этом говорим, это ведь не просто о тех там бойцах национальной гвардии, которые там на Украине сейчас находятся, мы этих людей, распоясанных, расхристанных, видим здесь, везде, вокруг себя, на улицах Москвы, любого российского города. Поэтому многие уроки Украины надо тоже посмотреть на себя, использовать их для того, чтобы еще и на себя посмотреть. Так вот, и третьим элементом является отречение от рода племени, потому что вот в духовном плане у человека появляется новая родня по достоверным сведениям и с рогами, и с копытами, и с хвостом. То есть, когда мы убираем вот эту вертикаль, связанную с предками, то бесы становятся, заменяют ее. То есть там... Да, да. Вы знаете, вообще ведь мы знаем, что Господь разделил после Вавилонского столпотворения на 70 народов. Каждому дал язык, каждому дал ангеловодитель народа. Значит, богоизбранный народ имеет... Очень интересная тема. Очень. Богоизбранный народ имеет, значит, своим ангеловодителем Михаил Архангела. Но и существует демотехника искусственного создания новых народов в воле человеческой, а не воле Божьей. Мы знаем эту тематику и на европейских примерах, и вот сейчас, конечно, Украина, создание нового народа искусственного, вне всякого сомнения, это так, из этой серии. Так вот, кто становится в духовном плане водителем, мистическим водителем этой группы людей, который создан по воле Божьей, а не Божьей, а человеческой? Вот это может быть некая такая догадка о тех подоплеках, которые связаны с демонизацией человеческой личности. И вы знаете, я вот эту фразу, вернее, аналогию, когда только начинал писать книгу, сначала меня действительно, отчасти забавило, действительно, сначала меня забавили те фотографии, которые мне присылал с Майдана Игорь Друсь, известный публицист. Там всякие были смешные картинки, нелепые, бред какой-то, можно было посмеяться. Чем дальше, тем более, как-то все становилось страшным. И потом, когда я вот увидел, подумал об этих маечках, об отречении от роду племени, о ненависти по всему русскому, со стороны русских же людей, я подумал, что если моя догадка верна, а еще не было ни Одессы, ни Новороссии, ничего этого еще не было в начале написания моей книги, то мы не должны будем удивляться впоследствии отрезанным головам, вынутым сердцам и распотрошенным на запчасти людям в зоне боевых действий. Ну, потрясающий момент, что вот эти сами галицийские группы, которые когда-то были православными, собственно, тоже они поменяли свое родство. И то же самое, можно сказать, и про хорватов. И вот это вот такая особая ожесточенность. Интереснейшая вещь. Когда меня спрашивают, как на Афоне, я как староафонский паломник постоянно эти вопросы слышу, как на Афоне относятся к этому конфликту? Что там монахи говорят, что понимают? Я говорю, лучше всех ситуацию понимают сербы, сербские монахи. Они прекрасно понимают, что, ну, с какими-то там поправками, конечно, но Украина, создаваемая сейчас Украина по отношению к России, то же самое, что Хорватия по отношению к Сербии. Вот, вот действительно, результаты этой демотехники, может быть, в значительной мере, это результаты, вот этой разрушающей радиации измены. А вот мы не случайно сейчас заговорили о Галиции. Даниил Галицкий, отречение в пользу, в пользу, значит, ну, понятно, что, католическая помощь, королевская корона, и после этого, как будто, какая-то радиация поразила эту территорию. Отсечение предков. Да. А ведь не случайно вот это, вот смотрите, что еще получается любопытное, Галиция, там уже поблизости Трансильвания, какие-то странные предания о Дракуле, о вампирах, о волкодлаках. Вот я прочел такое любопытное днографическое исследование относительно Дракула, кстати, очень любопытная вещь. Дело в том, что... Влад Сейберш это же святой местноочтимый. Да. Но, тем не менее, в ходе, ведь, вот этих сложных там разных политических коллизий был момент, когда он, находясь в заточении, отрекся и принял католичество. В фольклоре местного населения, православного, сложилась такая любопытная, значит, система, что если человек отрекается от христианства в пользу католичества, он делается вампиром. Почему? Потому что, ведь смотрите, в католичестве любой мирянин причащается только обладками, он лишен крови Христовой. Чтобы восполнить ее, вот человеческое сознание, как работает, чтобы восполнить ее, ему нужна христианская кровь. Так возникают предания, легенды о вампиризме, вот таком вот, как у Дракова. Я, кстати, такую же версию слышу по поводу иудейских вот этих дел, связанных с кровью, что это некая странная попытка, извращенная попытка причастия. Но я хотел, это огромная тема, интереснейшая, поскольку мы в начале программы говорили про марш бессмертия, который прошел в Москве, бессмертный полк. То есть, речь шла, наоборот, о сопричастности к предкам, то есть, подключении к этой огромной вот этой энергии, которая сейчас имеет такую языческую во многом форму, не православную, но тем не менее, а здесь мы имеем наоборот тему к отсечению вот этих вот энергий и перехода в некую область такую теневую. И это, конечно, очень и страшно и драматично. И это вопрос совершенно духовный, он не политический. Да, а я считаю эти духовные вопросы наиболее важными. Между прочим, возвращаясь еще два слова о теме Галиции и всего этого, вот у нашей семьи был сейчас ныне уже покойный друг семьи, дядя Леонид, который воевал с немцами, с японцами, потом после войны охранял лагерь на Чукотке. Он говорит, что была группа заключенных, вот западенцы, там бандеровцы и прочие, вот, однажды они мне попросили просто отконвоировать их, просто так вот вывезти их в тундру, причем в день летнего солнцестояния. Он говорит, ну там убежать просто было невозможно, поэтому некая формальность, ну давай прогуляемся в тундру. Они разложили 13 площадь по кругу, разожгли, по-моему, тюлени жир или что-то вот такое, нашли какую-то палку, стали бить, значит, по деревяшке какой-то ритм все убыстряющийся. Что-то запели. Он говорит, дядя Лень, я хохол, но я не понимал ни одного слова, что они поют. Потом, когда они вот вошли в какой-то раж, они накачав одного из своих товарищей наркотиками, а наркотики ходили по лагерю и тогда, вскрыли ему грудную клетку и съели его сердце, трепещущее сердце. Я говорю, дядя Лень, а как вы все на все это смотрели? Он говорит, да, ты знаешь, в полковой разведке еще не того видел, еще не то видел. Но спросил их, а что вы делаете? Он говорит, ну ты же не можешь нам объяснить Евангелие в двух словах. Мы тебе тоже не можем сказать. Если в двух словах, то мы хотим, мы так обращаемся к духам предков, чтобы вернуться на родину. Вот вам территория, пораженная какими-то странными такими мягкими странными вещами. Есть вопросы, может быть, пулеметным образом таким ответим на них. Тут достаточно вопросы интересные. Есть такие странные, но тем не менее, мне кажется, они все достойны быть озвучены. Спрашивают ваше отношение к фигуре Игоря Стрелкова. Ой, знаете, вот я, сейчас мы, кажется, на этом закончили наш разговор, что я как-то в теме военной, военно-политической не очень силен. Я знаю, сейчас видел там какой-то эфир, мне показывали, что ветераны наших кавказских воин упрекают его в том, что он не выполнил приказ. стоять до последнего в Славянске, Славянске и вывел оттуда войска. Видимо, у него своя позиция по этому вопросу. Но я, правда, не берусь на эти темы рассуждать. Поэтому сразу скажу, что есть тема, где... Сейчас мы это, да, не обсуждаем с каким-то, так сказать, расстоянием, а еще два года назад Стрелков очень часто бывал в качестве частного гостя, не выступая здесь, в офисе Дня ТВ. Я, вы знаете, с ним ни разу не встречался. Ведь очень часто бывает важным не просто прочесть там груду какого-нибудь искусственного компромата, а может быть и подлинного компромата в интернете. Иногда просто достаточно на человека посмотреть, поговорить с ним в глаза, посмотреть ему и понять, что это человек родственный тебе по духу или нет. Может быть, когда-нибудь это произойдет? Я надеюсь. Прокомментируйте, пожалуйста, конспирологические теории про рептилоидов, властителей мира, популярные у ряда патриотов. Ведь образ змея нам известен не только из Библии, но и из пантеонов многочисленных языческих богов. Является это рептилоидой современной модификации этих культов. Ну да, вы знаете, тут же сразу вспоминается Ктулху и Лавкрат. По поводу этого, конечно, можно было бы человеку, так сказать, очень серьезному и просто иронически улыбнулся, но я скажу другую вещь. Вернувшись недавно с Афона, я могу вот что заявить. Беседовал с большим количеством... Когда-то однажды в беседе с одним из монахов афонских, он мне сказал, ну туда змеи, там есть и большие питоны, и ядовитые, и всякие, летающие змеи. Я говорю, какие летающие змеи? Есть стрелки, которые такие змейки прыгают по веткам. Да нет, еще по-русски плохо говорит. Ну как это сказать? Ну, змей Горыныч. Я говорю, не понял. Ну как не понял? Пролетает из ущелья над морем, возвращается. она, который 30 лет на Афоне прожил. Я говорю, ему все равно не понял. Ну есть такое предание. Он говорит, даже удивляюсь, что столько лет на Афоне потом впервые слышишь, что Матери Божией тут их держат с кованными до конца времен. Там есть карстовые пещеры, пусть тот огромный под Афоном. Потом стал переспрашивать большое количество людей. Ночью, ночью очень опасно ходить по Афону вне монастырей. Да. И вот я помню, когда мы совершали переход через перевал ночью, и надо сказать, что нас было трое, но руководитель нашей группы, он был все-таки подкован дитями, мы постоянно молились. И, может быть, это нас как-то тоже сохранило. И об этом я слышал тоже. Масса историй, из которых мне не хотелось бы делать такую, знаете, вот сенсационную тему просто. Это ведь тоже, на самом деле, если Матерь Божия является, ну не если, а так оно и есть, хозяйкой в этом своем уделе, естественно, без ее ведома там не может ничего происходить. Если сейчас в последнее время стали иногда показываться эти чудища. Что это означает? Надо ведь подумать. Вот кто-то из монахов высказал такую версию, ведь по сути дела это некие допотопные твари, каким-то образом сохранившиеся здесь. Допотопное человечество, это человечество до такой степени погруженное в пучину греховцев, в Вавилонской башне, со многими другими вещами, что оставалось только одно праведное семейство. Не получается ли так, что сейчас появление этих допотопных чудовищ в наши дни говорит нам о том, что готовится некий ремейк допотопной цивилизации. Вот это вот осатанение, вот это вот крайнее осатанение человечества, когда вот двое ведущих, такие вот, как мы с вами, наверное, только другого, понятного, взгляда на мир, сидят и поедают в эфире мясо друг друга. Знаете про эту историю, да, нашумевшую? Честно говоря, не очень. Нет, ну вот на голландском телевидении это вызвало такой скандал, то есть все было показано, что делается небольшая простенькая операция, там у одного от живота, у другого от задницы отрезают кусочек мяса, и потом в прямом эфире с лучком, с чем там еще, так, и мясо друг друга. Это страшно, об этом даже говорить. Попробовали, и что? Ну и как? Ничего особенного. Даже в Голландии, даже в Голландии начался вал протеста и звонков. Телевидение сказало, что, конечно, это все было инсценировано, это был Биг Мак, но дело не в этом, дело не в этом, дело в том, дело в окнах Эвертона, которые открываются все шире, и через которые просачивается в наш мир допустимость всего этого. Мне кажется, это был тест, да? Да, да. Кстати, вот вопрос, как вы относитесь к Путину, на протяжении ваших книг чуток видно, но не очень все же ясно, спрашивает один из зрителей. Я отношусь к Путину достаточно холодно, традиционно. Это ведь такой, знаете, интуитивный взгляд человека, который, опять-таки, никогда с ним не встречался. Вот как вот со Стрелковым. Да, но я могу сказать, что я надеюсь на то, что ведь Господь смотрит на Россию по-особенному, и Господь смотрит на то место, которое занимает руководитель России, тоже по-особенному. Поэтому, несмотря на какие-нибудь... Как и на место предстоятеля в церкви. Да, да, да. То есть, в данном случае, не человек красит место, а место во многом красит человек. Да, и я надеюсь, что Господь встраивает человека, независимо от его там субъективных особенностей, вот в такой поток Божьей воли, что он начинает двигаться в верном направлении. Насколько, по вашей оценке, реально актуальна роль хабадников и каббалистов событий на Украине? Ну, я сразу же, если коротко, мы в таком экспресс-жанре, то обращаю ваше внимание опять-таки на свою книгу «Украина», потому что достаточно большое, достаточно большое место уделено там именно этому вопросу. А также такая студия «Концебтуал» сняла фильм «Жертвоприношение Украины» с моим участием, где я высказываю свою версию на причину того, той какой-то странной, бесконечной гибели украинских солдат, которых просто набросают под грады батальонами, а раз там батальона нет. То есть, некоторые думают, что просто дурь воинского командования. Но я думаю, что может быть, это действительно некое жертвоприношение, потому что, когда выясняется, что Коломойский имеет прямую связь с Хаббадом, многие другие люди имеют связь с этой сектой, которая, я думаю, считает, что роль вот такой жертвы в человеческой истории очень велика. Роль жертвы, которая может быть даже движет человеческой истории в нужное им направление, так им кажется. Жертва, которая... То есть, это такое топливо, исторического процесса, как они его понимают. Да, но это тоже некое, знаете, такое дьявольское переворачивание, идеи жертвы, жертвы спасителя. Но только здесь совсем разные вещи. Есть человек, который жертвует собой, значит, во образ Господа за други своя, а есть ситуация, когда человека приносят в жертву. Это уже другое. Традиционные вопросы, которые задали зрители, которые я задаю. Над чем работаете, каких книг следует ждать? Я вот сейчас хочу летом, в конце концов, закончить эту книгу, и к осени она может появиться. Дело в том, что сейчас, наверное, самой такой читаемой из моих последних книг стала книга «Незримые старцы» о Святой Горе Афон. И меня очень часто спрашивают, ну, с Афоном все понятно, там старец Паисия, там другие неизвестные старцы, а в России? Вот я этой книгой пытался ответить на этот вопрос, потому что, ну, так получилось, что в последние 2-3 года умерло несколько старцев, любимых мной людей, которых я знал там 10-15 лет. Это не те люди, сразу же скажу, как отец Николай Гурьянов, который бывал на острове, у которых знала вся страна. Это как раз люди, которые, да, которые сокровенные, поэтому книга, наверное, будет так и называться «Потаенная Россия». Меня иногда спрашивают, а может быть, это некий литературный, значит, такой образ, преувеличивающий сокровенность, какого-то полоста здесь. А я говорю, вы знаете, страна, где великий царь, победитель Наполеона, сам сослал себя в Сибирь, шел по этапу и закончил жизнь святым старцем в Томске. Я имею в виду старца Федора Кузьмича. У меня не отнимали, сейчас я имел возможность просто неделю жить прямо вот рядом с его мощами. Огромное количество там литературы интересной, которая у нас тут неизвестна в Москве, работ краеведов, брал интервью многих интересных людей. У меня не осталось ни малейшего сомнения, что это он. Говорят, что у японских исследователей, антропологов тоже не осталось сомнений. Спасибо большое. Очень приятно было общаться, Юрий Юрьевич. Надеюсь, будете почаще бывать у нас. Спасибо зрителям нашим. Прекрасные вопросы были интересны и активно на этот раз они задавались. Программа «Слово и дело» подходит к концу. До встречи в следующий четверг. Всего доброго. С Богом. Юрий Юрьевич, как вот определить себя как писателя, как мыслителя? Можно ли сказать, что ты демонолог или это слишком рискованно? Ну, вот эту, скажем, свою последнюю книгу, бумагию, я ее называю, когда нужно как-то обозначить, что это такое. Я говорю, что это на стыке демонологии и культурологии. Демонологии мировой культуры. А вообще, на самом деле, мне кажется, вот этого разоблачения чего-то тайного, чаще всего это что-то страшное, пугаться не надо. Хотя, на самом деле, православные люди иногда так вздрагивают и говорят, ой-ой-ой, нам это страшно, нам это не надо. Ну, сказано в Священном Писании, все тайное становится явным. Кто-то должен, значит, реализовать этот завет Христов. Хотя, на самом деле, конечно, мне гораздо более приятно писать о Святой Горе Афон, путевые очерки, старцы. Такие благолепные. Да, благолепные вещи. Конечно, я и сам утешаюсь на Афоне. Иногда, когда уже не в Моготу, я туда лечу с кем-то из проверенных паломников, и мне там хорошо. Чаще всего даже не с целью что-либо снять или там найти какого-нибудь старца, какую-нибудь ситуацию особую на Афоне. Нет. Иногда это бывает, ну, слава Богу. Просто для утешения. Итак, мы держим в руках эту книгу. Она вышла совсем недавно. Она называется «Бумагия». Это такой интересный каламбур, по сути. Ну да, это неологизм, бумага и магия, магия литературного творчества, магическое влияние через литературное, художественное, философское творчество, на массовые аудитории. Вот это тема этой книги. Ну, вообще, художественная культура, она так переплетается с темой язычества, темой магии, с темой каких-то особых технологий, особых техник, техник влияния на сознание, на ум. Да, некоторые, я даже читал такие исследования, вот некоторые считают, что, вот, например, Николай Васильевич Гоголь даже, вот, когда он, например, там, своим известным произведением многократно человек, что-то вдруг начинает как-то фантасмагорик происходить, потом окажется, что это сон, потом, вроде как, он просыпается, понимает, что это был сон, но потом выясняет, что это снова сон, и так семь раз подряд. То есть, читатель, как вот пишет исследователь, просто погружается в какое-то состояние пограничное уже, просто пограничное состояние. Вот, но это просто такой частный момент, вот, а на самом деле тоже любопытные персонажи, когда встречались между собой Герберт Уэллс и Максим Горький, Уэллс даже предлагал такую вот концепцию, ну, как-то оформить в мировом масштабе сообщество таких вот творческих людей, которые могли бы буквально магически влиять на мир. Герберт Уэллс был не просто ведь писателюшка, который сочинял интересные вещи, это был, можно сказать, агент мировой закулисы, приезжавший сюда инспектировать Ленина, Сталина, ну, по крайней мере, поговорить с ними, прощупать. Вот, Горький, кстати, к раздражению Уэллса отказался, но в какой-то мере он эту идею реализовал, создавая Союз Писателей. Сейчас вот этот Совет Старейший, но он несколько, я бы сказал, девальвировался в своем влиянии на умы, поскольку вот, если взять сегодняшний Союз Писателей, который есть в Москве, то есть Московский Союз Писателей, Союз Писателей России, Российский Союз Писателей, они достаточно упустили уже вот эти магические круги влияния. Ну, потом, вы знаете, мне кажется, что существует со стороны властей, которые, конечно, всегда заинтересованы вот в каком-то своем уже влиянии вот на тех, кто что-то может сделать с умами людей. Прагматический момент существует в чем? Понятно, что тираж по нынешним временам, там, пять тысяч публицистики, скажем, это отличный тираж, а существуют миллионные, миллиардные возможности по влиянию на миллионы, на миллиарды людей, телевизионные, компьютерные и так далее. Ну, они называются масс-медиа, да? Да, да, вот куда, конечно, и понятно, что некоторые старые писатели, мои знакомые, ностальгируют, не один говорит сейчас там, председатель зачуханного областного отделения своих писателей, вот, а ведь это когда-то была генеральская должность, вспоминать старые добрые времена, но времена прошли. Вот, на самом деле, книжка не об этом. Книга действительно о том, что существует значительная часть мировой культуры, которую просто можно назвать демоническим спецпроектом. Если начинаешь иногда изумляться, вот почему Байрон, ну, просто на вскидку, Байрон, почему он первым воспел Каина как положительного персонажа, сейчас, кстати, в Москве вот уже спектакль идет, какой-то очередная премьера по поводу этой мистерии. Так вот, всегда выясняется, что, насколько права английская поговорка, в каждом семейном шкафу свои скелеты. Ну, папу Байрона называли безумный лорд, недаром, дедушка Байрона убил нескольких детей, чтобы завладеть их наследством, сам наркоман и масса других странных особенностей. То есть, вот всегда выясняется, что, ну, говоря христианским языком, родовые грехи, благоприобретенные грехи, в том числе, масонские и прочие инициации, стыковали того или иного человека, наделенного талантом от Господа с таким, с такими страшными инфернальными энергиями, что это не могло никак не сказываться на его творчестве. Вся романтическая культура, она пронизана такой своеобразной демонологией. В этом есть стиль эпохи, стиль времени. Кстати, вообще, вот даже, наверное, самое, я тоже привожу, классический пример. Это, конечно же, один из знаменитых романов Геота. Ну, понятно, если бы все находится, все остальное Геота находится в тени Фауста, это понятно. Но, кстати, тоже любопытный спецпроект. По сути дела, первым он по большому счету так вот по-серьезному представил нам демона, дьявола в каком-то таком совсем уже не страшном, а очень даже симпатичном виде, в общем-то. Ну, просто он приблизился к этим темам, поэтому... Пиар-акция такая, своего рода. Поскольку дистанция была снята, поэтому этот, так сказать, бес, он должен был как-то себя вести, и он вел себя, ну, скажем так, по-человечески. Ироничный, вполне симпатичный, такой почти человек, действительно. Так вот, я говорю, что если бы не было этого романа, то в его тени ведь находится другое замечательное произведение, «Страдание юного вертора». В свое время, вот в прямом смысле этого слова, бешеная популярность романа, безумная. Роман был написан как? Ну, известно, что вообще Гёте некоторые свои стихи написал в состоянии, скажем так, прострации. Автописьмо, не помню, себя написал. Но, может, это и есть вдохновение поэтическое? А вот мы сейчас об этом поговорим. Я говорю, ну, ладно, короткий стишок, а здесь целый роман. Сам пишет Гёте, я написал роман, не помню себя, и вдруг как бы с удивлением прочел, что я написал. А чем заканчивается роман? Вот такой рефлексирующий, непонятно почему, молодой человек заканчивает жизнь самоубийством. Этот роман был тут же переведен, потому что это поразительная поддержка на все европейские языки, и вызвал, это теперь уже известно, первую в мире, в Европе массовую эпидемию самоубийств молодежи. Часто с Томиком Вертера в руках. Кто у нас отец лжи, человек-убийца от века? Чей проект? Откуда что взялось? Вот когда начинаешь тоже анализировать такие странные случаи сочинения произведений, написания полотен и так далее и тому подобное, оказывается достаточно часто в каком-то состоянии особом человек либо слышит голос, он ему диктует, он записывает, либо просто рука движется в состоянии его так называемого автописьма. Может быть, это муза, которая диктует? Ну, а что? Муза языческая богиня, которая с точки зрения православного понимания демоническая сущность. Ну, когда Елена Рерих двумя руками одновременно писала два разных текста послания Махатм. Что за Махатмы, что за сущности такие? Это же ведь не человеческие возможности, они действительно не человеческие. Но получается так, Юрий Юрьевич, что вот с точки зрения ортодокса, с точки зрения христианского ортодокса, вся мировая художественная культура и вся мировая литература, она является результатом вот этих вот демонических опытов и демонических манипуляций. Ну, почему все? Почему все? Вот на самом деле... Ну, помянутый Гоголь, он идеологически был очень близок к христианству, но художественно он действительно обладал вот этими магическими возможностями. Ну да. На самом деле, вы знаете, вот существует такой критерий, вот существуют какие-то, скажем, чудеса, скажем, мироточат православные иконы, но буддист вам скажет, вы знаете, у нас тоже мироточат статуэтки Будды. Так вот выясняется всегда, в чем критерии от Бога или от дьявола. Если человек, если человек благодаря этому чуду преображается, его сердце приобретает какие-то качества, качества любви, ну, христианские качества, просто вот совершается то самое главное чудо, которым писал старец Иоанн Афонский. Самое главное чудо не внешнее, а внутреннее, когда сердце от неверии переходит к вере. Вот что-то в сердце происходит, то это, естественно, чудо от Бога. Так и что касается произведений художественных, вот к чему эти произведения зовут, каков их результат. Вот дело в том, что вот здесь стяжневой фигурой в этой моей книге проходит Михаил Булгаков, понятно, такая блестящая по форме, по литературному дарованию, по эстетическим достоинствам литературы, но особенно, конечно, мы говорим о мастере. И какие-то, скажем так, прелестные, в прямом смысле этого слова, духовные подоплеки. Так вот, на самом деле, вход Булгакова в литературу, я сейчас сделаю небольшое отступление, можно назвать как своего рода инициацию. Он ведь умирал от наркотиков, это описано в его рассказе Морфий. Он, как медик, понимал, что такая дозировка, это уже все. И вдруг что-то происходит. Вот если мы почитаем синопсис Дмитрия Ростовского, то мы видим, что, ну, в соответствии с такой христианской традицией, считается, что именно вот раннее человечество было научено силе корней, трав, наркотиков, в том числе, демонам Азазелем, Азазелла. Они случайно фигурируют в романе. Кстати, он отравляет же мастера в итоге. Так вот, этого демона наркотизации, Азазелла, из души мастера, Булгакова, вытеснило что-то другое, что-то более сильное. Вдруг он перестал быть в какой-то момент, во-первых, эта болезнь отступила, конечно, последствия чувствовали всю жизнь, но тем не менее, болезнь отступила, он выжил и превратился из земского врача в великого писателя. Это точная схема мистерии такой вот, инициации умирания и возвращения к новой жизни в новом качестве. Мистерия требует жертвы. Но это может произойти и в христианском смысле, когда человек находится на краю. Вот, вот, я говорю, что, а вот, например, другая ситуация. Кстати, он написал после этого христианский роман, Белая гвардия, это не роман, а антихристианский. Да, да. А на самом деле, вот мы можем сказать, что за борьба борьба за сердце человека в этом сердце идет между Богом и Дьяволом. Я сейчас не случайно вот цитирую Достоевского, потому что как раз хотел о Федоре Михайловиче сказать. Да, это очень интересный вопрос. В его жизни ведь тоже была, уж извините, какая инициация? Смерть, расстрел, вывели, гробы под Рогожей, прочитано, все уже, все, смерть. И вдруг не смерть. Помилово, вернее, как бы, дарование жизни. Да, дарование жизни. Так вот, тоже своего рода какая-то инициация. Что-то произошло с ним. Ну, действительно, я считаю, что вот этот сам, один вот этот роман Беса, который он написал, чего только стоит, который стоял на пути вот этого набирающего, этой набирающей силу идеи. Но это его смысл, этого романа. Но его дух, роман Авдостоевского, и такое художественное, если сейчас мы будем говорить в этих термах, магическое содержание, оно тоже пронизано страстями, оно пронизано сладострасти, пронизано ощущением вот этого потока, детектива бесконечного. Но ведь этого нет только в святоотеческой литературе, то есть из-под пера человека, который уже просто свят или приближается к этому, выходят другие произведения. То есть в этом смысле Достоевский, который обладал, вот, скажем так, православным мышлением, он тем не менее в своей литературной ипостаси, в своей такой вот художественному воплощению, он был близок как раз к магическим технологиям. Получается так. Ну, можно сказать так. Хотя, с другой стороны, вот все-таки можно проследить и в его, скажем, в «Идиоте», вот известный рассказ князя Мышкина о человеке, можно проследить момент действительно просто вот искреннего, глубокого, православного покаяния, конечно, которое было свойственно самому Федору Михайловичу. Игроку, страстному человеку, понятно. Вот этот рассказ о том, как человек стоял на пороге, он рассказывает, Мышкин рассказывает Лакею какому-то, о том, как человек стоял на пороге смерти и взмолился, «Господи, если ты меня пощадишь, я буду, я буду», Лакей заинтересовался, спрашивает, и он стал потом, он остался жив, да, а стал другим человеком? Нет. Вот. Нет. Это же про себя, Федор Михайлович. Именно, Юрий Ильич, что вот этот вот момент потрясающий, что Достоевский, будучи человеком внутри традиции, он, тем не менее, в качестве литератора создавал вещи, которые создавали иную реальность, такую наркотическую реальность. И многие люди, которые любят Достоевского, говорят, повторяют одно и то же, что мы погружаемся в мир и забываем о мире насущном, о том, что существует вокруг. То есть, они ныряют в эту колбу, где происходят столкновения и взаимоотношения героев. И в этом смысле здесь, конечно, такая литературная алхимия на лицо. Да, но когда это понимаешь, кстати, вот, ну, сам чуть-чуть, вот, являясь отчасти литератором, понимаешь, действительно, какой, какой подвиг совершил тоже Николай Васильевич Гоголь, о котором мы говорили. Вот некоторые говорят, что, я, кстати, о нем писал, вот не в этой книге, у меня есть еще книга, «Бедлам», предыдущая книга, там есть такое духовное сравнение творчества Гоголя и Льва Толстого. Вот безумие перед Богом и перед человеком, это ведь разные вещи. Мы же со школьной скамьи привыкли, что Лев Толстой там, все помнят картинку, крепкий, кряжистый мужичок, пашет там на лошадке, то есть само здоровье. А Николай Васильевич Гоголь то ли в гробу перевернут, то ли нет, то ли сумма, ну, на религиозной почве, конечно, мы помним, фанатизм, религиозный фанатизм и так далее. Так вот, а на самом деле, ведь это были два человека с амбициями невероятными. Ну, Лев Толстой даже комментировать не надо, но у Гоголя было, пожалуй, похлеще. Он ведь вообще считал, что уже из его переписки это понятно, что премьера его, ревизор, на которой присутствует сам государь-император, весь свет, вызовет в их сердцах такое покаяние, что это вызовет просто вот то, что называется хелиазмом, явление Господа и тысячелетнее царство праведников. Он просто высказал на улицу перед немой сценой, это известно, и смотрел на небо. Он просто ждал, что ангелы в этот момент свернут небо, как свиток. Вот такие были амбиции. И это вот немая сцена в конце. Что это такое? Что это такое? Когда, значит, ложный судья, ну, ревизор или судья с большой буквы, то есть антихрист, исчез, сказано, явился настоящий судья, и все замерли. Мы же ведь на вечерней службе во время чтения Шестапсалмии, когда гаиши свет в храме замираем, неподвижно, во образ того, что твоя душа во время уже суда над тобой беспомощна, неподвижна. Что сделал, то сделал. Что заслужил, то заслужил. И это и есть смысл немой сцены. Так вот, я говорю, такие были амбиции. Человек был действительно сторонником в то время идеи хелиазма. 1836 год в соответствии с этими западными учениями должен быть годом конца света, год премьеры ревизора. Три шестерки 18 и три шестерки 36. это нам все известно. Но, тем не менее, вот только когда читаешь эти вторые, третьи планы смысла произведений Гоголя, да даже смешной нос. Гоголь пишет, что антихрист уже явился и сует свой нос уже. Но это же тоже лже, значит, это ложный персонаж. Это самозванец. По сути дела, пророчество Гоголя о явлении в России антихриста вот такого хлистаковского вида, оно воплотилось вот в нынешнюю эпоху, поскольку нынешние либералы, это же такие хлистаковы. То есть, антихрист в России является вот таким немножко развязанным и бесконечно врущим своей трескотнёй и безумием вот этим мелким бесом. Да, ну это такая, конечно, репетиция, это репетиция перед явлением того главного, который, который, конечно, не будет, потому что лёгкость в мыслях необыкновенная. Вот в названии бумаги существует намёк на книгопечатание. Действительно, что сам феномен книгопечатания отрицался многими ортодоксами, людьми, которыми, так сказать, прочно стояли в традиции христианской, они говорили, что это профанирует с одной стороны, священные тексты, а с другой стороны, они настаивали на том, что вообще книгопечатание, оно способствует распространению антихристианской литературы, что в итоге так и получилось. Но у нас, кроме бумаги, сейчас существуют другие носители, более, что называется, тиражные. Да, да, конечно. Всё, всё, что связано с электроникой, теперь уже, что называется, вне конкуренции. Да, да, штампование. Вот я как-то тоже подумал о том, что когда, наверное, дьявол впервые увидел, что вот рассыпанный шрифт, из него можно собрать текст, любой текст, вот, и начать тиражировать этот текст, так же можно тиражировать и человеческое сознание. Действительно, вот это поистине дьявольский проект изменения образа человека, Тавистокского института в Лондоне, там вот, собственно говоря, этот проект через, прошёл через психотерапевтическую революцию в Америке в 60-е годы. Мы-то считаем, люди православные, что человек создан по образу и подобию Божию, а нам говорят, нет, нет, мы вас заставим стать такими, какими мы хотим. Человек должен быть лишён сострадания, коллективизма, национальных привязанностей, семейных ценностей и так далее, и тому подобное. Конечно, это всё, собственно говоря, технология описана простой русской поговоркой. Скажи сто раз человеку, что он свинья, и он захрюкает. Юрий Ильич, но если вот дальше эти мысли продолжать, то получается, что литература, светская литература, не священная литература, не христианская литература, она должна быть, во-первых, достаточно сдержанной сама по себе, она не должна погружать человека в иные миры, да, увозить его сознание в какую-то другую область мечтаний или не создавать новый ряд образов. А с другой стороны, она должна быть, ну, скажем так, нравоучительной, она должна учить или каким-то практическим навыкам, или должна учить хорошему, доброму, вечному. По сути дела, Юрий Ильич, или предупреждать, или предупреждать, или предупреждать об опасностях. Юрий Ильич, это ты рисуешь, в общем, ту самую литературу, которую пытался выписывать советский сталинский строй, то есть литература, которая учит хорошему. Но эта литература оказалась не очень востребованной, в этом вся проблема, что и упрекали, скажем так, советскую систему в том, что она художника пытается поставить под ружье каких-то общественных, совершенно низменных, абсолютно приземленных интересов, и не дает ему мечтать, не дает ему творчески выражаться. Поэтому некая есть, я бы сказал, такая претензия большая вот к подобному роду. Я на самом деле, когда вот пишу и пытаюсь в чем-то разобраться, честно говоря, в первую очередь для самого себя. Вот я могу сказать именно о себе, о своем опыте. Конечно, когда я, значит, из журналиста превратился в человек, который стал писать уже книжки и стал подписываться, писатель Юрий Воробьевский, в какой-то момент я подумал, ну а что, мне слабо написать художественное произведение? Какие возможности? Я просто демиург. Я что хочу, делаю с героями. Совершенно все, что хочу. Ну я вот от своего духовника не получил такого благословения и слава Богу, что нашел в себе силы послушаться его, потому что соблазн, конечно, велик. Соблазн велик. Это понятно, что это совсем, казалось бы, тоже прагматические такие задачи, совсем другие тиражи, совсем другие возможности воздействия на аудиторию. Вот здесь мы все-таки, что ни говори, с этой вот нашей литературой, с такой православной публицистикой, документальной, которую я пишу, мы находимся вот по эту сторону церковной ограды. Ну иногда какие-то такие прорывы небольшие удается совершать, там кого-то интересует тема современного масонства, психотронного оружия, вот, значит, из людей просто вот мирских. Ну, слава Богу, это удается иногда такие небольшие экспансии за пределы этой ограды совершать, но, в общем-то, конечно, эта литература в значительной мере для своих. Ну вот, ты пишешь о вот этих бумажных демонов, демонов литературы, но мы должны понимать, что это такие уже консервативные демоны, это демоны, которые, так сказать, старые демоны, к которым мы уже привыкли, а их подпирают вот эти новые демоны, это полчища новых бесов, которые идут из, вот опять, эти масс-медиумы, эти электронные технологии, системы, эти трансляции изображений бесконечные. Мы покрыты сеткой вот этих вот рекламных счетов, образов, которые нам тоже в кодированном виде заталкивают мозг информацию. Конечно, конечно. И в этом смысле старая добрая литература или классическая литература, которая обладает действительно этим магизмом, это языческая, как мы сказали, подоплекает, тем не менее, она окажется достаточно безопасной на фоне вот этих вот тайных, абсолютно мощных, психотронных, психотронных. Нет, но опыт был накоплен, ведь опыт веками был накоплен уже. Опыт накапливается, конечно, кем? Кем может быть, почему заговор может существовать столетиями? Человек ведь не постоянен, он умирает, он с трудом передает традицию на самом деле, почему вот какой-то опыт может накапливаться, как считается, человечеством в течение очень большого количества времени. Я считаю, что проводником негативного опыта являются, конечно же, те сущности, которые живут вечно. Вот какой-нибудь там мистический орден, он умирает, его там разогнали, всех убили, сожгли, повесили, вот, вдруг проходит века, и снова этот орден существует. Да не потому, что кто-то в книжке прочел, что был такой орден, давай-ка мы создаем еще такой же, а потому, что существует некая инфернальная сущность, которая уходит на контакт, вот, и снова, и снова повторяют эти свои диктовки, вот, эти идеи. Кстати, вот то, о чем мы чуть-чуть говорили, о том, что многие идеи приходят через, вот, какой-то странный голос в голове, через автописьмо, вот, когда об этом говоришь человеку маловыцерковленному, как, значит, о том, что это типичный пример одержимости, одержимости чем? Бесами. Он, конечно же, снисходительно хмыкает. Я говорю, ну, ладно, давайте говорить так, существует какой-то параллельный, невидимый намер, но теперь уже почти все говорят, существует. Давайте, я говорю, вы понимаете, что в нем существуют какие-то сущности. Если вас не нравится, вам слово, там, бес, или, там, демон, давайте говорить так, это, вне всякого сомнения, безбелковые сущности. Безбелковая сущность, сокращенно без. Договорились о темноологии? Пойдем дальше. Так вот, так вот, эти сущности диктуют, и когда пытаешься объяснить это человеку невоцерковленному, тоже я пользуюсь тем, что современный человек очень сильно доверяет науке. Я говорю, ладно, существует всеми уважаемая психиатрия, которая, конечно, не является наукой на самом деле, и медицина тоже не является. Это совершенно особая дисциплина, но, тем не менее, она говорит о том, что, она зафиксировала просто, как такая феноменология, синдром Кандинского клерамбо, это два психиатра, которые одновременно в конце 19 века этот феномен открыли. Человек находится в состоянии подавления собственной воли, он ощущает в себе какую-то другую волю, или даже, иногда, несколько воль, и эти воли подавляют его собственную волю, и заставляют делать страшные вещи порой. Ланна написать книжку. Иногда человек может проснуться и почувствовать себя наполеоном. Диктовку. Да, Наполеоном Ланна, рядом с тобой, любимая сестра, возьми нож и убей ее, и человек убирает ее. Когда вот такое, значит, попущено по его грехам проникновение в его душу инфернальных сил. Ну, это действительно такое вот убийство, скажем так, одного человека, страшная трагедия. Вот, но существуют ведь и проекты по убийству России, например. Вот, мне нравится Василий Васильевич Розанов тем, что он был человеком, автором предельно, честно, субъективным. Когда мне вот, мы об этом уже беседовали, иногда говорят, что, вы знаете, вот ваши произведения очень субъективны, а вот я кандидат наук, у меня защищена диссертация на эту тему, я научно доказал, и вот это объективно, объективная информация только у Господа Бога, он объект, все мы субъекты, давайте быть честными. И кто говорит честно, я субъект, я субъективен, тому я доверяю. Так вот, Василий Васильевич замечательную фразу сказал. Может, с переклёстом, может быть, литература погубила Россию. Есть в этой фразе. Есть в этой фразе многое такое, что, многое такого, что, вот начинаешь собирать всё это в одну книгу и думаешь, а ведь правда, Господи помилуй, Господи помилуй, замечательный Есенин, я его очень люблю. Вот мне тоже надо говорить, так вы Есенина не любите? Я говорю, очень люблю. Но ведь творчество Есенина не просто приодета берёзными ситчиками, была ведь страшная инония, чудовищное, кощунственное произведение, во всех собраниях сочинений оно есть, можно посмотреть, не буду его цитировать. Что это? Так вот я говорю, кто любит Есенина? Я считаю, что Есенин тоже находился, конечно, по своим грехам иногда в состоянии вот такой вот бесовской одержимости. Есенин написал инонию своей волей, русский, православное порождение и воспитание человека. Я люблю Есенина, и поэтому я говорю, нет, нет, это не он написал, это ему продиктовали. Покойный Вячеслав Михайлович Клыков, он часто любил употреблять термин чужебесие, по поводу той культуры, которая идёт к западу, которая носит такой откровенный инфернальный характер. Ну и как-то мы сидели, кстати, у него на родине, в деревне Курск, и я говорю, что Вячеслав Михайлович, чужебесие, если есть чужебесие, значит есть и своебесие. И можно ли между ними выбирать, вообще как-то, как относиться к своебесии. Может быть, тут надо понимать, что Есенин и наши русские художники, которые обладали действительно этим магическим даром, они всё-таки являются частью русской культуры, и мы же не будем призывать их запретить. Скорее запретить Гоголя призывают те, кто хотят лишить нас. Конечно, конечно. Просто мы должны... С осторожностью относиться к этому. Если мы хотим вообще создать, всё-таки Бог даст, не знаю, Господь даст нам эту возможность, всё зависит от нас самих, создать в конце концов всё-таки православную цивилизацию, то в ней должна быть ведь и православная литература, и православная литература и ведение в полном смысле этого слова. Мы должны чётко различать эстетические, художественные достоинства произведений и их духовную подоплёку. Уже потому, что мы духи, облечённые плотью, и мы живём в мире духов, и мы не можем не испытывать духовных влияний, и мы не можем не оказывать духовных влияний. Вот иногда духовность путают с какой-то степенью культурности. Человек ходит в консерваторию, он ведёт духовную жизнь. Да духовную жизнь ведёт пьяница, спящий под забором вне себя в состоянии опьянения, потому что в этот момент он обуин духом пьянства, совершенно конкретной, персонифицированной сущностью, которая владела в этот момент его душой. Поэтому вот это... Причём этот сущность, как говорят, бледно-зелёного цвета. У меня говорили такие эзотерики, мистики, что вот это демон-спирт, он зеленоладный. Зелёного змея ведь не случайно называют. Так вот, то, о чём мы говорим, можно ведь тоже назвать отчасти и, наверное, какой-то духовной экологией. Есть люди очень мнительные, которые сто раз на дню моют руки, а не боятся, что подцепят грипп, что-то ещё. И не боятся вещей страшных. Но ещё раз я вот хочу на этом настоять, что сегодня очень актуальная тема подготовки и внимательного, осторожного отношения к тем новейшим технологиям, технологиям передачи информации, управления сознанием, которые сейчас идут через электронные системы, через новые компьютерные игры. Ведь эти вот первые через это, вот я тоже писал в своей книге «Чёрный снег на белом поле» о том, как вот эта волна начиналась опять-таки с помощью этого Твистовского института, как это всё было обкатано на Америке, на то же самое. Вот эти первые колоссальные радиомосты, колоссальные эфиры с участием Битлз. И ведь сейчас-то уже специалисты начинают анализировать песни Битлз были некими специалистами, нашпигованы сленговыми словечками, неологизмами, которые становились необычайно популярными в молодёжной среде. Например, вот так появился английский аналог слова популярного у нас ныне слово приколоться. Что такое приколоться? Приколоться, уколоться. Битлз запускали вместе с партиями ЛСД в Соединённые Штаты. Вот эти агенты высшего уровня, британские, конечно же, агенты в первую очередь. Поэтому вот вот эти тогда эти технологии уже начинались вот так обкатываться. Сейчас они, конечно, за эти десятилетия уже приобрели совсем другой масштаб, другие возможности, колоссальные. Я говорю, вот у меня тоже такой слоган существует в одной из моих книг. Массовый идиотизм как наукоёмкий продукт. Массовый идиотизм это наукоёмкий и культуроёмкий продукт. Колоссальные силы бросаются на это. Мне кажется, стоит закончить словами Юлиуса Фучика. Люди, будьте бдительны. Аминь.